Итак, всем привет, с вами Дабгэ. Начинаем играть в The New Order за Киммерское Царство. Я могу сказать, что я в этот мод практически не играл, но о нем очень много слышал, очень много мне его предлагали поиграть. И вот мы дошли. Спросил я, за какую страну можно начать. Были некоторые варианты, но я выбрал просто самую залайканную Киммерское Царство. И давайте изучим, что у нас здесь есть. В принципе, ситуация в России, я думаю, для вас будет известна, если вы знаете этот мод. Если нет, то Германия победила, а на востоке здесь вот Россия распалась на кучу независимых правителей. Я бы сказал, что-то похожее на ситуацию в Китае, примерно половину существования Китая. Так вот, у нас здесь Рюрик II. Я так понимаю, продолжает он династию Рюриков, но я так полагаю, он себе придумал, что он Рюрик. Считается он безумным правителем, но ему, конечно, надо сделать многое, чтобы он вступил на трупы войны. У нас есть два ребенка, которыми мы, собственно говоря, можем позже управлять страной. И у нас есть выбор более такой демократичный, я так понимаю, правление, реформы, свобода и власть народу, либо прагматичный подход. И как раз-таки больше не давать больше власти народу, и править все более авторитарно. Но мы, конечно, пойдем по этому пути, но выглядит чуть поинтереснее. По исследованию я понятия пока не имею, что мне здесь нужно, что здесь сильно, что нет. Вижу я, что у нас можно исследовать вот эти штуки на тэп-поисследования. Их мы и исследуем. Все как обычно. Промышленность тоже. Надо будет еще разобраться. Мне очень непривычно вот этот интерфейс. Мне он пока не нравится. Посмотрим, может быть, я к нему привыкну, и он мне как-то станет получше. Но пока, конечно, дефолтный вот этот интерфейс мне нравится много больше, чем вот эти вот линии, ботки, самых краев вместо полумасштабной модельки. Ну ладно, поехали. Здесь также немного другая экономическая система. Здесь, в принципе, есть, как я понимаю, экономика. Вот она. Я пока в ней тоже не разобрался. Здесь есть кнопка помощи, но... А, вот так вот она мотается. Ну ладно, примерно разберемся по ходу. Собственно говоря, я некоторые экономики здесь видел. А, вот у нас, кстати говоря, я так понимаю, инфляция, да, быстрее, чем рост ВВП происходит. Рост инфляции. Ну посмотрим. Вот разберемся. Надеюсь, мы не убьем нашу экономику. Плюс здесь есть всякие вот эти здания школы, больницы, тюрьмы, военные базы. Пока непонятно, что это. Скоро мы, я думаю, надеюсь. А, ну вот я вижу. Вот мы и нашли как бы. Окей, окей. Понятно примерно. Будем разбираться тоже. В любом случае, поехали. По ощущениям, нам надо построить школу. Я так понимаю, вот эти вот цифки, как мы привыкли строить, такого, вы понимаете, здесь уже нет. Не очень я уверен, что именно нам нужно будет строить в основном, да? Нам нужно как-то увеличить эти вот, видимо, производственные единицы, увеличивать ВВП. Каким именно образом мы можем это делать, пока непонятно. Но, опять же, скоро разберемся. Нет, так тут ракетный кризис закончился. По Гавайям, я так понимаю, вот между Японией и США есть мир. Но, да, США потеряли, видимо, все острова здесь. Но очень шаткие и постоянно у них какие-то конфликты происходят. Астрального взяла, кстати говоря, все еще в Валенте с США. Но вот островов никаких у них там нет. А без островов, ну, вы представляете, да? Как здесь хоть как-то флот снабжать. Почти нереально. Только каким-то образом, наверное, вот так посылать и... Ну, если как бы говорить о реалистичных вариантах. Смотрите-ка, можно искать добычу в руинах за политку и объем производства. Окей. Это нормально. И можно за счет этого строить здание. Или вот еще улучшать что-то. Я вот не очень понимаю, что значит начнет улучшаться. Но, в общем-то, будем смотреть, понимать. Вот школу построить можно бесплатно. Школа нам, как я и говорил, нужна, но мы ее сами пока будем строить. Ну, будем разбираться. Промышленность, наверное, допустим, улучшим. Вот у нас вентик про народного княжича. Очень-очень много текста. Графа мании. Так. Не могут люди так жить, подумал Юрий. Да. Не могут они жить в страхе. Так это сам Юрий, только он мог помочь. Ну, конечно. Люди заслуживают лучшего. Обязательно. Заслуживают лучшего диктатора, я считаю. Последнее завоевание Рейха. Смотрите-ка. Первый человек, высадившийся на Луну. Космическая гонка выиграна. И смотрите-ка. Штаты объявили, что они первые садут на Луне контингент. А Япония первая сядет на Марс. Ну, удачи с этим. Итак, смотрите-ка. Современный богатырь у нас есть. Это как раз таки, видимо, первый наш, да? Сын. И княжна волчица. Это наша дочь. Это наш наследник. Покушение на Гитлера. Смотрите-ка. Видно, вели в городе военное положение. Но был остановлен один из личных сил карантелей Гитлера. Япония попыталась убить Гитлера? А? Их дом разъявлен. И правда. Так, эксцентричность его величества. Взывать с генерала Николая Крылова или Рюлька вторым человеком было самым преувершением. Ну да. Постоянно пьян. Ох. В чем, в чем, и в чем он странный, как бы. Ну ладно. Странный человек в еще более странной стране. И Гитлер назначает своего преемника. Это будет Гейдрих. Который марионетка в руках Гиммлера. Посмотрим, к чему это привезет. Так, есть у нас вот эта штука. Я желаю эффективность политики в безработице. Давайте промышленность. Звучит поважнее. Но опять-таки непонятно, что, как это изменит. Что именно нам где улучшит. А ну вот, есть социальное развитие. Видимо, это оно, да? Уровень бедности. И вот здесь вот есть, наверное, промышленное. Вот это вот, да? Все, мы находим потихоньку. Да, должны мы, должны мы в теории вот сюда перейти. Это выглядит нормально, потому что как раз-таки рост ВВП нам подповысит. И смотрите-ка, можно качнуть сразу сюда пойти. Но я бы, наверное, знаете, в экономику пошел. Вон царская промышленность. Это повысит нам ВВП. И рост ВВП повысит. Нам это все надо. И... А, и здесь надо экономическое предложение выбрать. Лидии, либо Юрия. Ну и посмотрим, что нам тут они предложат. И выберем, соответственно. Вот так, жить под князем. Еще один ивентик. С кучей текста просто так. Да здравствует народный князь. Так, тут спорят наследники у нас. Кто, что, как должен делать. Продолжают волки и грызцы. Ну, удачи с этим. А мы идем экономику поднимать. Так, чтобы дальше пойти, нам нужно будет все-таки, видимо, выбрать какую-то политическую ветку. Здесь у нас армия раскачается. Но прямо сейчас нам армия не нужна. Пожанее все-таки политические и экономические фокусы вначале взять. Так, старые солдаты. Еще куча текста. Царская экономика. Приложение высочества или ее высочества. Эффективность профсоюзов, либо... Ага, трудовые отношения и здравоохранение. Конечно же, ее высочество. Подождите-ка, уменьшить профсоюзы. Душим профсоюзы получается. А, и мы можем уже взять экономические. Следовательно, что? Следовательно, мы идем в экономические фокусы. А еще у нас вот здесь вот есть различные тоже кнопочки. И вот здесь есть кнопочки полезные. Можно в ВВП раскачивать, можно инвестировать в различные, видимо, тоже политики или что. И давайте-ка попробуем в промышленность. Получим одну присутствующую единицу. Фокус выглядит полезно, потому что производственные единицы как раз таки то, за счет чего мы делаем от завода и фабрики. Так что давайте качать. Плюс тут можно рабочими. На связи есть недовольство рабочих, которое у нас поднимется по фокусам. Нам в теории нужно будет его уменьшать. Вот, что можно будет уменьшать. И я так понимаю, вот эти бафы у нас постоянно, да? Судя по всему. Ну ладно, давайте-ка, что у нас здесь? Поддержка нет? Что у нас здесь еще интересное? Трудовые отношения. Исследования. Короче говоря, куча всего есть. Давайте стабильность подкачаем. В принципе, почему бы и нет? Так, квалификация рабочих будет расти. Будет медленно расти и там медленно расти. Здесь еще торговые законы. Ну-ка, мы промышленность докачали. Надо посмотреть, я правильно понял, что нам это дало. А нет, еще не докачали. Подождите. Вот сюда нам надо еще ниже. Вот, через три дня посмотрим, изменится ли наша промышленность. Сейчас там ручные инструменты. Три дня проходит. Можно уже снова искать добычу. Будем искать, конечно же. И все время можно будет повоевать. Так, семейные рынки. Ага. Ручные инструменты у нас были. Остались с ручными инструментами. Возможно, надо типа еще побольше насобирать. Этой эффективности. А вот, видите, медленно улучшается, ежемесячно изменяется. Ага, понял, как это работает. Окей. Так, у нас еще появился царский двор. Решение влияния Лидии и влияние Юрия. Давайте откроем Лидии. Да и в принципе, почему бы не... А, все, я понял. Мы можем только одного кого-то. Понял, понял. Плюс здесь ресурсов. Плюс восстановление дивизии. Речь с промышленниками. Ну, Малитку давайте будем тратить. Почему бы нет? Это будет увеличивать влияние. Собственно говоря, пускай. Наверное, зачем-то оно все-таки нужно. И здесь что у нас? Есть что-то полезное? Эффективность и объем. Давайте нажмем. Потому что это выглядит приятным. Да, мы чуть-чуть рост эффективности уменьшим, но максимально увеличится и объем увеличится. И я не уверен, это навсегда или нет. По теории, да. Значит, нормально. Но тут открываются рейды. И давайте, так как есть рейды, все-таки немножко армию подкачаем. В теории можно будет украсть добычу и еще себе что-нибудь качнуть. А это выглядит очень важно, на самом деле. Это будет тоже потихоньку докачиваться. А, это ежемесячно, господи. Это очень долго будет. Почему лезьте вас уволите, а лезьте вас будет нанять. Ага. Ну, профсоюзы, да. Несильно мне интересно, но... Окей. Давайте сразу военные профсоюзы тоже начнем качать. Потому что так раз я понял, что качается это медленно, а вот оно, да. Нам понадобится еще очень долгое время. Так, царская армия. Тяжелое время насадит сильных людей, да. Как профессиональный тоже будет качаться. Так, ультиматум. Пограничный конфликт с Красноярском. Слушай! Я не уверен, насколько мы готовы к нему. В Силаре кое-как готовы. Давайте подойдем поближе. И мы не отступим, конечно. Посмотрим, насколько мы сильнее, либо слабее их. Так, ну мы даже успеем заренфорсить. Вообще есть шанс, что они не успеют заренфорсить, и мы просто его выиграем. Такое бывает с пограничными конфликтами. Нет, они успели. Но мы вполне все сильные. Нормально. И они еще и в атаке, что очень важно. У нас защита, у них прорыв. Так, враг повержен. Получаем палитку, стабильность и плюс снаряжение. Слушайте, отлично. Я реально хочу сделать еще один рейд против других кого-то. Которые мы могли. Уже не можем, кстати говоря. Видимо, потратили они добычу. Но на самом деле можно будет попробовать, как только появится против кого-нибудь. Здесь тоже давайте влияние будем повышать. Потому что типа нужно. А здесь у нас еще можно, давайте вот это подкачаем. В принципе, повысим ВП региона. Защита полезна. Что у нас вообще по экономике? Мы что-то же сделали. Да, теперь у нас нет реального отретального роста. ВП вроде чуть-чуть подрастает. Нормально. Еще стоит подкачать военные тихие. Потому что я подозреваю, что мы будем воевать скоро. А мы отстаем прям, ну так солидно, я бы сказал. Но по технологиям прям очень солидно. Нам очень есть что прокачать. Вот эту штуку мы начали уже качать. Здесь призыв не сильно интересен. Вот это вот мне вроде как интересно. Но опять же, не прямо сейчас. Может, мы прямо сейчас не воеваем. Давайте экономику докачаем. Увеличение призыва вроде как экономически не очень эффективно. Это все нам не нужно. Ну, войны не будет пока мы фокусы. Насколько я помню. Фокусы вот эти мы доделаем. И откроется нам следующая ветка. Достаточно интересный метод. Так что окей. Распад Тремиверата, кстати говоря. Это вот этот вот. Тремиверат был. Ну-ка. Дипломатия. Очень жесткое фотосохранение. Это была Италия, Испания, Турция. Был Альянс. Но вот он и распался. Возможно, не без руки Германии. Война, смотрите-ка. Италия и Югославия. Я думаю, не просто так это все произошло. Но нам не дали никакого винта на эту тему. Ах, а тут коммунисты воссали. Я понял. Ну что ж, посмотрим. А мы все так же. Вот, рыночек. А вот война в пустыне. Смотрите-ка. Турция воюет с Левантом. И они были бывшими союзниками. Это про что? А, с Итальянской империей. Я понял. Турецкой... Подождите. Турция и Италия? Но нет. Нету войны между ними. Ладно. Посмотрим. Может быть это была какая-то их колония. Я пока не так хорошо в этом разбираюсь. А вот, кстати говоря, современная экономика у нас подходит. Даст она нам падение бедности. Это вроде очень круто. И царские профсоюзы покорились. Нам дает тоже солидные бафы для экономики. Найс. А мы опять ищем добычу. И скорее всего кто-то еще сможет здесь вот найти добычу в этот момент. Следовательно, мы можем кого-нибудь попробовать зарейдить. И нажимаем в последнее время последнюю кнопку на влияние Лидии. Опять-таки, во всякий случай нажимаем. Я не очень уверен, как это будет работать. То есть, эти кнопки, типа, можем нажать, но на самом деле не можем. Прикольно. И есть у нас современная экономика. Что ж, давайте теперь, наверное, сюда пройдем. Стопильность политка. И потом уже дойдем до военных фокусов. Гонди наконец-таки сделала это. Смотрите-ка. Тревожные новости. Сейсмологическая активность бургундской части. Бургундцы испытали ядерное оружие. Ага. Господи, спаси нас. Бургундцы тоже изобрели ядерные бомбы. Это так, мы получили ультиматум. Блин, я бы сам против них начал рейд. Давайте напрямую эту кнопку. Мы не отступим. А, нет, смотрите, отменился. Так точно. Так точно, да. Нас атакуют именно, кстати говоря, мы опять-таки в защите. И это очень сильно, потому что мы применяем нашу защиту, а они получают дебаф от местности и применяют прорыв. В защите, конечно, намного-намного проще воевать. Так, плюс политка, плюс стабильность, плюс пехотные винтовки. А можем мы теперь попробовать? Нет, не можем, но можем что-то построить. Научные исследовательские, это здесь тоже, наверное. Давайте подумаем, что нам нужно. Новые школы, кстати говоря, пригодились бы. Сельское хозяйство. Давайте сельское хозяйство звучит как что-то нужное. Да? У нас начальная механизация. Нет, не сильно нужная. Вот, что нам нужно. Квалификация рабочих выглядит очень важным, поэтому обучим новых рабочих. Кстати говоря, как там наши инструменты? Ой, очень медленно. Ну, как я и говорил, если это ежемесячно, а я думал, это будет там ежедневно или еженедельно, тогда было бы нормально, а ежемесячно это очень медленно. Ну, уже как есть, как говорится. И с профессионализмом то же самое. Ну, в один момент выкащается. И ждем мы, когда мы сможем сделать рейд на кого-то, но судя по всему, делают рейд на нас. Оба-на-на, здесь появился новый, новое решение. Встреча с промышленниками, давайте. Почему бы нет? При дворе это что? Деньящий армат ликования. Угу. Ну, окей. Турция выигрывает эту алтаревскую войну, кстати говоря. А, ну да, здесь, видите, это была... Это была страна, так понимаю, в сфере влияния Италии. И теперь они хозяева региона. Угу. Нет, мы все-таки смогли подготовить рейд. Против Айроти. А у них как раз ски войск немного, так что нормально. Единственное, они в рейде сейчас с кем-то еще. Надеюсь, они не потеряют добычу, и я смогу у них получить единичку побыстрее. Вот мы можем начать рейд. Ну-ка, нажимаем. Сначала рейда, где рейд? А, получили. Смотрите-ка, они отдали. Ликвидный резерв плюс 400%. Приятно, наверное. И самое главное, получили добычу. Оба-на, чистое общество. Ну-ка, новые иерарки, да. Но недовольство рабочих поднимается. Я подозреваю, что мы сможем его, если что, удержать. Кнопочки здесь можно нажимать. Конечно же, нажимаем. Довольство все еще низкое, так что нормально. А мы построили школу. Получили теперь небольшой баф. Взамен дебафа, это приятно. И я теперь строю нефтеперерабатывающий завод, потому что я хочу строить автотранспорт в будущее. Для этого мне нужно будет немножко резины, я полагаю. Да, так и есть. Так что как раз. А вот этих парней можно вернуть сюда, на какой-нибудь следующий условный рейд. Вот тут идет борьба с инакомыслием. И... Надо допустить распространение обхолили. Это точно. Солисты не смогут дойти до наших рабочих. Так точно. Старство безопасности, 5 недовольства. С одной стороны непорядка, с другой стороны здесь можно будет дать льготы. И вроде будет нормально. Я не знаю, на что это влияет. И насколько. Плюс, возможно, в будущем у меня будут какие-то фокусы, чтобы его снизить. Посмотрим. А еще один моментик. Возможно, нам надо делать электричество, потому что мы типа ограничены в использовании себе единиц электричеством. А возможно, мне нужно сделать вот так. Подождите, не могу построить. Максимальный уровень. Ага. Ага, нас нереально сейчас затроллили. Но ядерное... Эти реакторы, да, мы строить, конечно, не можем. Ага, нам нужно что-то сделать с электричеством. А здесь построить больше нельзя. У нас уже здесь есть электростанция. Две штуки аж. Понял. Значит, нам надо исследовать что-то здесь на электричество. Если такое вообще у нас здесь есть. Да, есть. Поехали вот сюда. Ну вот сюда нам надо дойти. Тут гражданская война в Макаскаре. И я видел, по-моему, кому-то били войну. Мне казалось, в Москве. Но, видимо, показалось. Видимо, это здесь вот всегда парни за рубу устроили. Еще один день, в котором ругаются наследники. Но окружающие милитаристы позволят нам мирно интегрировать их. Немцы просто вернут в Москву. Ха-ха. Обязательно вернут. Так, у нас еще решение. Это что? Влияние царской дружины. Это опять-таки здесь. А, ну, это-то я уже видел кнопку. Это, видимо, они кодешатся, те кнопки. Давайте здесь будем инвестировать куда-нибудь. Опять же, здесь вроде как полезные кнопки. Типа вот этой. Развитационная единица. Давайте будем качать их. И, ну, единица электричества надо будет подстроить, чтобы они реально работали. Как я и сказал, сейчас подисследуем. Этот момент я уже понял. Смотрите-ка, можно опять-таки сделать рейды. Раз. И можно подготовить рейд. Ну и как мы помним, у вот этих парней проблемы с армией. Так что давайте отправляемся сюда. Будем их рейдить. Можно начинать рейд. Давайте вам. И они могут сразу просто нам отдать. Да, как в прошлый раз. Отлично. И можем ли мы рейдить дальше? Кстати, вопрос. А, не успешный рейд. Все окей. У нас был успешный рейд. Значит, не можем. Ну, мы можем что-то еще добавить себе. Академическую базу можно улучшить. Это, я предполагаю, вот это. Базу улучшить. Это звучит хорошо. Ну, а что у нас здесь есть еще? Можно улучшить промышленное оборудование еще лучше. Как раз-таки, видите, мы, видимо, будем увеличивать на 4. И вот это будет качаться быстрее. Но я думаю, надо, чтобы везде все качалось хотя бы. Поэтому давайте займемся базой. Все. Вот это база, да? Да. А это исследование. Да, база. Это нам надо. Есть у нас призывники. Делаем жизнь за князя. И уже почти закончили мы наши первые фокусы. Здесь, кстати говоря, есть смысл нажимать расширение горных работ на ресурсы. Потому что я вот поизучал еще побольше. И здесь есть как раз-таки торговля ресурсами в плане именно торговли. Мы закапливаем запасы, и мы можем продавать. Это удобно. А мы тем временем довели наши дивизии до двадцатки ширины фронта. И пополнили здесь войска. Плюс потихоньку обучаем здесь. Потому что, ну, нам, скорее всего, надо будет намного больше наших дивизий. Кстати, бонусы, видите, да, они накапливаемые, как я и предполагал. И, соответственно, можно периодически нажимать и улучшать различные вещи. Вообще, вот это вот очень сильный бонус. Мы его поэтому нажимаем примерно по КД. У нас просто эффективность производства из-за этого падает. Но можно в теории нажимать еще вот этот. И в сумме они, в принципе, все равно выдают в плюс. То есть, видите, здесь максимально минус 2,5. Здесь плюс 3,5. Просто эффективность и минус 2,5. А здесь плюс 3,5. То есть, мы по процентику будем собирать и плюс объем по 3%. Но пока что нам рост не особо нужен. По той простой причине, что у нас, ну, он и так, типа, у нас немного заводов. Нам именно объем и максимально, как бы, получше будет. Потому что, как только он дорастет, этот один завод, все будет максимум. Хотя вот сейчас, видите, мы сменили производство. И, как бы, типа, наверное, нужно. Нас военной индустрия появилось тоже сильно. И надо подумать, хотим мы танки, либо снаряжение. И, знаете, что, что у нас здесь вообще за... У нас здесь, блин... Все, смотрите, здесь равнины, но здесь вот леса. И здесь снова равнины, леса, полмы. Типа такая себе местность, я бы сказал. Так, это вот эта чушь. Случайно нажал. А вот местность абсолютно неочевидная. Ну, что здесь леса и куча равнин. В целом, танками здесь будет еще более-менее. Там, конечно, есть болото. Но танки будут более-менее. Можно попробовать в танки выйти. Единственное, нам не дадут шаблон дивизий. И 250 танков, это мало. Поэтому давайте мы выйдем в танки, но не сейчас. Пока что пускай только пехота. Так, кризис ясуды. Ждали в своей очереди, чтобы спрыгнуть подоконника. Ага, в Японии... Болелась биржа. Неприятная ситуация. На Филиппинах начинается тоже заруб. Много всего здесь везде происходит. А у нас готова роль пехоты. И мы уже выходим на тропу войны. Кто-то уже воюет. Смотрите-ка, Магадан воюет с Амуром уже. Нам нужно... Ну, как побыстрее всего делать? Мы не можем ничего быстрее делать. Мы... Ровно идем по фокусам столько, сколько здесь можно идти. Я думаю, что со следующими фокусами мы сможем воевать, скорее всего. Потому что мы выходим на тропу войны. Мирного решения не будет. И снова ищем добычу в руинах. Кстати говоря... Вот, да, мы здесь увеличиваем базу. На два. И потихоньку промышленность тоже здесь качается. Все выкачется, это приятно. Там доступно решение на смолту. Вау. И в Ого. Фокусов здесь стало побольше. С ним мы можем начать? Да, можем. Выглядит серым. А, я понял, все. Я сказал, что это зеленые новые фокусы. Но нет, это здесь не новые фокусы. Количество гражданского хаоса 150 до 100. Так, давайте посмотрим, что у нас открылось. Ага, куча новых механик. Ну, еще одна механика, точнее, не куча. Рейты все так остались. Здесь все осталось. И решение мирного времени. И вот есть у нас кнопки атак. Ну, что ж, разберемся в следующей серии. А это подошло к концу. С вами был Дубгай. Подписывайтесь, если еще вдруг не подписаны. Оставляйте лайки, комментарии, все как обычно. И до скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok